Вот пускай госпожа Ковалева приходит, посмотрит свои босоножки, она пройдет или нет? Уже месяц жильцы Ленгасова ждут в гости чиновников, но на приглашение никто не отзывается. Неудивительно, ведь пройти по дороге из крупного щебня и не упасть невозможно. По словам жильцов, в конце апреля три улицы микрорайона засыпали щебнем. Камни выгрузили на проезжую часть и уехали, даже не разровняв. Сосед вышел, спросил, будешь ли там досыпать все? А у нас машины нет. Вот они просто отчитались, наверное, послали сюда трактор свой, он 10 минут прошел, 4 человека с лопатой тут стояли, все, уже селеды простыли. Теперь улицы частного сектора пустуют, мамы с колясками не могут выйти погулять, детей от них тоже не отпускают. Ходить по засыпанной дороге опасно, по краю проезжей части тоже, ведь камни летят во все стороны. Недавно сосед у меня дочкой от колес машины попал камушкой, под лево бедро, вот пожалуйста, они хотели там съемки делать, сходить в больницу, я не знаю, сходили, не сходили. Ну это хорошее, что они не сходили, да? Ну мы это тоже боимся, что наши дети ходят, мне внуки ходят. Пенсионеры лишний раз стараются не выходить на улицу. Жильцы улицы Гражданской вспоминают, что раньше была удобная ровная дорога. Дети по ней катались на самокатах и велосипедах. Как проходим, как вот идем, я вот еще старуху хожу, запинаюсь, валюсь, сколько раз упала тут, на этой дороге. Вообще гладкая дорога была, можно было хоть на самокатах ездить, а теперь чего, выйдешь, не знаешь, как выйти. Жители микрорайона просят, чтобы с улиц Гражданской, Первомайской и Матрусово убрали щебень и вернули прежнюю дорогу. Свои просьбы они отправляли в администрацию, но ответа так и не получили. На место обещали выехать специалисты УДПИ, а жильцы Ленгасова планируют обратиться в прокуратуру и в Министерство охраны окружающей среды. Ведь от привезенного щебня постоянно поднимается пыль.